Музыка 20 апреля сотрудников отдела торговли и АПК не допустили к плановой проверке супермаркета Амстор. Об этом вопиющем случае, выходящем за рамки закона, инспекторы отдела сообщили в городскую прокуратуру, попросив правоохранителей посодействовать им в осуществлении проверки. После чего в отдел торговли пришло письмо, где на основании статей 8 и 20 закона Украины прокуратуре все проверяющие службы, куда вошли отдел торговли и АПК, отдел по защите прав потребителей, городская СС, управление ветеринарной медицины, 10 мая приглашались для участия в неплановой проверке супермаркета. Виктория Ивановна, скажите, пожалуйста, почему не допустили в прошлый раз торговые отделы к проверке? Данное недоразумение произошло по той причине, что наш центральный офис не получил направления на проверку, которая была отправлена на электронный адрес, и поэтому сотрудники торгового отдела не были допущены. Если бы уведомление было вручено под подпись или отправлено по почте с заказным письмом с уведомлением, то я думаю, что такого не произошло. Первый раз такая ситуация, мы всегда открыты для проверок, как бы никогда у нас недоразумений нет. Проверяем сейчас в Амскоре структы реализации кондитерских, сыпучих, колбасных, молочных товаров. А товар, который уже прошел структы реализации, не допустим их продажа, вы списываете сразу, собираетесь реализации. Руки обращаем, маркируем, обращаем внимание, чтобы посмотреть, есть качественные документы, нет качественных документов, соответственно, сроки реализации собираются, пока собираются. Хранение кулинарных листей, к борным листам, смотрим, сколько выдавалось, пока все соответствует. То есть мы это делаем, все смотрим. Таким образом мы увидим сроки хранения данной продукции. Сегодня она выпущена в определенном количестве, по заборным листам смотрим, взвешиваем части. Если больше продукции, значит это будет подтверждать то, что они неправильно ведут заборные листы. Пока все идет правильно. Время сной отдел провела холодильники. Замечаний с моей стороны нет. Документы сейчас, смотрю, еще документы просмотрим. А пока по стикерам у них строки реализации в норме, правильно выписаны по стикерам. Документы посмотрим. Посмотрим документы, откуда прибыло это мясо. В развивочном цехе были, в рыбном были отделе, смотрели рыбный отдел. Замечаний нет у меня по рыбе, по мясу нет. Сейчас по овощам посмотрим, объясняют люди. Значит все будет нормально. Все качество продукции у нас строго контролируется, так как жесткие штрафные санкции за найденную просрочку в торговом зале. За каждым участком закреплен определенный продавец, он несет ответственность. Если продукция просроченная, то мы ее возвращаем на возврат поставщику. Если работаем по условиям возврата. Если продукция не идет на возврат, списывается за счет виновного, который не досмотрел эту просрочку. Вся продукция утилизируется. За время проверки серьезных нарушений выявлено не было, кроме нескольких пачек просроченных вафель и колбасы без маркировки. В целом у проверяющих к работе Амстора претензий нет. А пока шла проверка, мы узнали у горожан их мнение о супермаркете. Почти каждый день. А были какие-нибудь проблемы? Нет. Тогда всегда все хорошо, все понравилось. Претензий никаких? Стараемся сразу все проверять на месте. Если что-то уже не было, мы их сразу... Бывало, но мы не покупали. Ну а вы посмотрели и положили? Да, посмотрели и положили. Аминистратору не скажем? Не, никогда так не было. Мы посмотрели, положили, взяли, свешивали, и все. Всегда так было. Вообще не сильно часто, потому что далеко живу, и когда нахожусь в городе, где-нибудь в этом районе, там бывает забегаю, по нождейся, что-то ночь, посправляюсь. Вы сталкивались с вами с каким-то проблемами, недовесом, недочетом? Нет, такого не было. Всегда все так быстро, удобно. Всегда пробежался, посмотрел, что надо, взял, купил, и вроде все хорошо. Таких проблем не было. Вы вообще в других магазинах сталкивались? И как решали эту проблему? В других магазинах столкнулся. Не раз в наших обычных магазинах, где мы всегда скупляемся. Ну, старался решать все это колесом новой кровью, чтобы без шума, без крика, ну, не любили все этих столкновений. Ну, просто пытался вернуть товар, потому что, ну, посмотрите, потому что он мне не устраивает, потому что он некачественный, он уже там пропавший или просроченный. И просто, чтобы не вернули деньги, или дали хороший, качественный товар. И, конечно, в такой магазин репутация падает, и стараюсь уже в такие магазины не ходить, а искать более места, где меня устраивают качества и цены, и товары. Вообще-то я люблю этот магазин. Не знаю почему, но я свободно хожу, смотрю. Что дорого, везде дорого. Ну, вот мне иногда вот эти вот не нравятся, что тут понесколько написано, там что, две берешь, три, а подходишь к кассе, бывает что-то разница. Это бывает. Ну, как-то мы не очень на это обращаем внимание. Наверное, нервы свои бережем больше. Знаете, полуслепые, особо так не смотрим, вот так вот, по-честному сказать. Так берешь визуально, смотришь. Вообще в других магазинах сталкивать? Ну, приходилось. Особенно мясные были такие вещи, фарш. Было такое. Как вы вышли из положения? А, никак. Собаки сварили, да и все. Как вы делаете самсторию? Раз в два в неделю. Вы делаете сразу большие покупки? Ну, как получится, по потребностям в основном. Приходилось вам сталкиваться с какими-то недовесами, недочетами? Нет, вы знаете, все устраивало, никаких проблем не случалось. У нас срок годности подходящий, ну, то есть, сегодняшним днем заканчивается. Я, честно, из-за одного сырка, допустим, я не пойду ругаться. Ну, я просто такой человек. Всегда обращаю внимание на срок годности, всегда обращаю на состав. Внимание, если это детское питание, ну, как бы, для малыша, для своего, соответственно, любая мама хочет, как говорится, лучшего. Поэтому, и, естественно, еще обращаю на цену, то есть, на ценовую политику. И если у меня, как говорится, материальное положение позволит купить более дорогое питание для малыша, то, соответственно, буду покупать более дорогое, потому что цена соответствует качеству. Продолжение следует...